Салютные залпы под удары метронома в память о тех, кто стал жертвой самой продолжительной и страшной осады города – блокады Ленинграда. Памятное мероприятие на Пашихонском кладбище у мемориала, открытого здесь в 1988 году, на месте захоронения ленинградцев-блокадников. Те, кто выжил, эти воспоминания пронесли через всю жизнь. У многих это воспоминания детства. Особенно голод, что постоянно есть хотелось. Крысы, которые осадили всю квартиру, бегали ужасно. Прямо страшная вещь. Как люди умирали, я тоже хорошо помню от нас в семье. Сначала дед, пока его на кладбище отвезли, тетя умерла. Потом дядя, врач погиб, в госпиталь бомба попала. У Семёна Львовского война отняла почти всю семью. Мать и младшая сестра выжили благодаря эвакуации. Таких, как он, переживших блокаду, в Вологде осталось меньше полусотни. По области в четыре раза больше. После окончательного снятия блокады Ленинграда прошло 74 года. Сегодня памятную дату отметили вместе ветераны, представители региональных и городских властей, силовики и школьники. Вологодщина делала всё для того, чтобы поставлять блокады Ленинград, продовольствие, вооружение, медикаменты, тёплую одежду. И ежедневно принимали десятки эшелонов с ранеными, эвакуированными, с детьми, стариками. В котором здесь, в Вологде, в Череповце, в Бабае и в других населённых пунктах нашей области оказывалась помощь и поддержка. Вологда, как и вся страна, оказывала посильную помощь и через город проходила северная железная дорога. Вологодский аэропорт доставлял медикаменты, продовольствие. Вся страна встала на помощь нашей северной столице. Прошло 74 года, но память о подвиге наших предков живёт в наших сердцах. Наша задача, чтобы молодое поколение помнило трагические страницы нашей истории. И помнят. Давняя традиция отмечать памятную дату в третьей школе. Сегодня здесь два десятых класса. Мы ходили в дома к ветеранам. Они нас очень хорошо принимали, очень радовались, что мы всё ещё про них помним. И также у нас проводится их встреча в школе. Наше поколение должно помнить о том, что ветераны сделали для нас. Они дали нам жизнь, можно сказать. Жизнь будущим поколениям подарили больше 15 тысяч волокжан, погибших в боях за Ленинград и столько же пропавших без вести. Память о них почтили минутой молчания. К подножию мемориала возложили венки и цветы. Марина Березина, Михаил Протасов, Волок, ДРФ